Здравствуйте! В эфире студенческие новости Казанского Федерального Университета. С вами Александр Александров. Смотрите сегодня выпуски. Ждали все лето. В деревне Универсиады вновь кипит студенческая жизнь. Найдут всех. Студенты КФУ разработали уникальное мобильное приложение. А хемоинформатики доступна. В Казани открылась первая летняя школа по применению информационных технологий в химии. Заселение этого слова счастливчики. Студенты, получившие право на проживание в деревне Универсиады, ждали все лето. В эти дни в лучшем молодежном кампусе России небывалое оживление. Эта деревня встречает своих хозяев. Своей радостью новоселы поделились с нашими журналистами. Деревня Универсиады, которая месяц назад распахнула свои двери для молодых спортсменов, вновь принимает студентов, вернувшиеся с летних каникул. Родители смотрят след своим чатам без страха. Знают, что отправляют их в лучший студенческий кампус – зону свободную от алкоголя и курения. Правила здесь строгие. Например, погулять всю ночь не получится. Ровно в 23.00 ребята должны быть на местах. Нарушителей ждет выселение. Wi-Fi, собственные кухни и ванны – все для того, чтобы ребята могли комфортно учиться, не задумываясь над бытовыми проблемами. Неудивительно, что хотя бы год пожив в деревне, каждый мечтает вновь сюда вернуться. Условия просто шикарные. Грех всегда не вернуться. Сейчас нас не заселяют. Ну, по крайней мере, надеемся до последнего, что что-нибудь решится. Местами в деревне Универсиады обязательно обеспечивают всех младшекурсников. Так называемые старшики могут заселиться в нее за особые достижения – студенческую активность, научную работу, творческие успехи и при наличии свободных мест. Все остальные старшекурсники расселяются в других общежитиях КФУ. В целом университет обеспечивает стопроцентное заселение студентов. Но желанным всегда остается проживание в деревне Универсиады, аналогов которой нет нигде в России. И хотя в этом году плата за суперкомфортное жилье повысилась, она все равно остается доступной для каждого – 180 рублей в месяц. Это место студенты называют своим вторым домом. О нем они скучали все лето. Это как второй дом, где можно пожить с друзьями просто, отдохнуть. Все круто, да, я очень рада, что я снова сюда попала. Пошел, увидел знакомых людей и сразу понял, что я все-таки хотел сюда вернуться. Мне кажется, все студенты только мечтают об этом. Заселение будет продолжаться вплоть до начала учебы. И совсем скоро в деревне Универсиады и всех других общежитиях КФУ закипит такая знакомая, яркая и всеми любимая студенческая жизнь. Алисина Газизова, Евгений Шевченко, Руслан Юсупов. Новости на ходу. Казанский федеральный университет, МГО, Академия наук России и Татарстана 20 лет назад объединили свои силы для создания Международной математической школы-конференции. Раз в два года лучшие умы мира собираются в Казани. В этом году на берегах Волги обсуждают теорию функций. На конференции побывала моя коллега. Знаменитый французский ученый Пуанкаре любил прогуливаться по берегу моря. Возможно, именно в такие моменты ему в голову приходили новые идеи. Современные ученые тоже ищут вдохновение у большой воды. Здесь, на берегу реки Волга, проходит 11-я Казанская международная летняя школа-конференция по математике. Математика много значит в жизни. Вот, она является фундаментом многих дисциплин научных. Для меня математика – это, прежде всего, взгляд, образ мышления. Я с вами говорил, или вот мы тут обсуждаем какие-то вопросы, а вот мысль какая-то, она все равно отвертится. Ну, математика для меня сейчас смысл всей моей жизни. Моя любовь и привязанность. Влюбленные в математику из самых разных уголков мира в эти дни делятся друг с другом своими научными достижениями. С 22 по 28 августа санаторий на Волге стал настоящим домом науки. Здесь живет более 100 человек. Кроме того, несколько десятков приезжают из Казани. Атеисты прислали вообще где-то около 200 человек. Ученые из Казахстана, из Таджикистана, Польши, Словакии, Чехии, даже из Малии. Сам факт, что конференция происходит в Казани, вызывает большой интерес, что только в этом году мы не слышали про Казан. Конечно, хочется посмотреть. И вот эти определили мои желания побивать на этой конференции. Среди участников конференции все больше тех, кто принимает участие не впервые, а возвращается вновь и вновь. За 20 лет существования Казанской международной летней школы конференции, организованной силами КФУ, МГУ РАН и Академии наук Республики Татарстан, завоевала сердца многих ученых. Это место знакомств, место встреч, старых друзей, коллег, где можно обменяться. Место, где можно поучиться у тех же коллег. Я удивлен тем, что здесь очень хорошая математика, прежде всего, очень интересная, и есть тоже способная молодежь. Вот в настоящей конференции опять некоторое прибытие молодых талантов с разных уголков чувствуется, и, наверное, математическая наука скоро будет подниматься. Виктория Егорова, Ленарда Валитьяров, Новости на ходу. Казанский федеральный университет на несколько дней стал мировым центром хемоинформатики. В эти дни здесь проходит первая летняя школа-конференция по применению методов информатики в химии. Участников ожидает лекции и мастер-классы от ведущих ученых. Специалисты из Франции, Германии, США, Австрии, России и многих других стран расскажут и покажут своим коллегам, как создавать и управлять химической базой данных, как моделировать вещество и предсказывать его свойства. Как отметили представители КФУ, на открытии первая летняя школа – это еще один шаг к развитию хемоинформатики в нашем университете. Сегодня вот эта школа, она такая очень значимая, потому что приехало очень много специалистов со всего мира практически. И не только химики, но и биологи, и математики, и, значит, из других университетов России приехали люди послушать. Россия – это не такая распространенная наука, пока в Москве там есть немножко люди занимаются там, вот, и в Казани вот теперь уже. Я думаю, что Казанская школа хемоинформатики будет известна во всем мире, вот, и люди будут приезжать к нам, обучаться, смотреть, значит, что мы тут делаем. Мы уже создали вот этот класс, лабораторий, центр хемоинформатики. Что бывает, когда объединяются известные компании и талантливые программисты? Студенты ИТИС разработали уникальные мобильные приложения, с помощью которых можно вести даже поиск пропавших людей. Как техника работает во благо человечества, узнавала Виктория Егорова. Четыре приложения для платформы АЭС всего за две недели разработала команда студентов ИТИС. Это первые плоды работы в новой лаборатории Apple, которая была открыта в июне. В работе лаборатории могут участвовать студенты не только ИТИСа, но и любых других факультетов. И даже более того, все желающие, кому интересно разрабатывать приложения для мобильной платформы АЭС, будь то дизайнеры, художники, программисты. Цели, которым послужат новые приложения, самые разные – от ворковки машины до поиска без вести пропавших. Уникальным можно назвать проект по следам, который представляет из себя базу данных пропавших людей и помогает объединить силы для их поиска. Если, например, у вас пропал родственник, он ушел по те же грибы в лес и появлялся уже два дня, что делать? То есть есть форма регистрации, и вы можете действительно зарегистрировать его и указать место, где он потерялся. Суть проекта, во-первых, помочь находить людей, которые потерялись, возможно, где-то в городе, в лесу, помочь людям находить волонтеров для этих целей. Разработчики позаботились не только об актуальности и социальной значимости своих идей. За благовременно программы были написаны специально для новой операционной системы АЭС-7, которая выйдет в свет этой осенью вместе с новым айфоном. Виктория Егорова, Руслан Ясупов, Юниверньюс. И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых последних событий. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин